Респект вам за вашу деятельность, быть просто оппозицией в России трудно, а в республике Чечне с жизнью не всегда совместимо. Также вы отличный пример, что будучи глубоким исламистом, можно не взрывать дома, а быть адекватным человеком, не одевать жену в паранжу, а быть толерантным во многом. Ну, это безусловно, ты конечно прав. Будучи не исламистом, это какое-то слово непонятное, вот это исламист, оно ко мне неприменимо, я не исламист, я мусульманин. Это разные вещи. Исламистами называют обычно каких-то радикалов, людей с какими-то испорченными убеждениями, поэтому я мусульманин. И будучи мусульманином, ты в принципе не можешь совершать какие-то преступления. Это противоречит вообще убеждению мусульманин. Быть адекватным тебя обязывает религия, ислам. Она тебя обязывает просвещаться, учиться, быть адекватным, интеллектуально развитым человеком. А вот что касается не одевать жену в паранжу, что значит, что такое паранжа? Что ты имел в виду? Если ты имел в виду не хаб, когда жене закрывают там и лицо, и видно только глаза, то в этом нет ничего плохого. Понимаешь? Каждый человек имеет право на то, чтобы закрыться. Ты проедешься по европейским странам, ты увидишь там много людей, мужчин, которые, например, одевают шарфы, закрывают там свои лица. И никто за это их не осуждает. Но именно мусульман почему-то за это осуждают. Поэтому тут ты немножко как бы смешал просто истину с ложью. Вопрос одевания, как одеваются женщины, это личный вопрос мусульман. И личный вопрос этих женщин и их мужей или их отцов, это они должны сами решать. Никто не может им указывать, одеваться так или нет. В этом и вся проблема Кадырова, что он хочет обязывать чеченцев, он хочет нам диктовать, как мы будем одеваться, а как нет. Понимаешь? В этом вся проблема. Этого не должно быть. Пускай одеваются так, тем более, если таковой это допускается в религии, это даже поощряется в религии, то, пожалуйста, никто не должен вести с этим борьбу. Тунсо, это правда? Насчет отчислений фонд Кадырова удерживали лист твоей ЗП десятину фонд? Это, конечно, правда, но меня никогда это не удерживали. Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Это не во всех сферах деятельности это происходит. Обычно бюджетники, работники медицинских учреждений, образовательных, у них обычно удерживают, у МБД, разумеется, там всевозможных, Росгвардии. Но я никогда не работал в такой организации, где у меня удерживали бы зарплату. Салам алейкум, брат, рад тебя снова видеть. Предположим, тебе Падишах предложит место джамбокса. Согласишься ли ты на это? Падишах тебя не тронет, потому что видеть тебя в своей команде ему будет гораздо приятнее и удобнее. Не твои соображения, а просто предложение. Алейкум ассанам. Оскорбительное само твое предложение, оно для меня оскорбительно. Представить себя на месте джамбокса в команде Кадырова для меня это оскорбительно и унизительно. Я бы никогда на такое не пошел. Да, убережет нас Аллах от подобных искушений. Я понимаю, что это большое искушение. Они обладают очень большими такими мирскими благами. И за счет этого они многих людей искушали и многие на это поддавались. И мы прибегаем к защите Аллаха от подобного. Никто от этого не застрахован. Но нужно стремиться к тому, чтобы никогда не попасть вот в такие вот их лапы. Я надеюсь, что это со мной никогда не произойдет. И как я сказал, сама мысль даже об этом для меня, она оскорбительна и унизительна. Все, на этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok